Мне нравится, как Оксана приходит в гости. Мне говорят, худейте, 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 худейте. Ну ладно, это у нас все Ване, да? Нет, я посмотрела комментарии к нашему видео. Столько было хороших, конечно, положительных. Ход, большое спасибо. И некоторые были такие, посмотрите на себя, посмотрите вы на нас. Что сейчас можно? Можно. Можно уходиться? Что, чтобы было хорошее настроение, надо... Смотрите, коты тут реально коты. Что, кот нарисован? Серьезно, что ли? Ваня, коты. Дай я посмотрю. Вот, коты. Сами для Вани. Где ты такие нашу? Ну дайте хоть рассмотреть, я-то не буду конфету. А я буду. Что, котейка прям нарисована? Ванька, есть клубничка, а есть обычные шоколадные? Какие ты хочешь? Нет, а я хочу вот эти посмотреть. Это с вафелькой, что ли, какие-то, да? А это мне, я согласен, кокос. Все, что связано с кокосом, я люблю. Подожди, Эссен, что это за фирма Эссен такая? Я сегодня ходила как раз по Ашану, смотрела. С миндалем, с кокосом? Ну, наверное. Хочется что-то новенького? Ну, давайте пробуем. Так, Вань, я у тебя сейчас заберу. Так, это новенького. Это ты в школу возьми? Дай, 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 покажи котенка. Ты у нас лисенок, а это у нас котенок. Слушайте, правда котенок. Вон у нас, видите, один котенок ходит. Только что все съела. Вот только что все съела и только целую консерву дала. Сегодня на улице прям весна, на самом деле. Мы сегодня с мамой ездили там по делам. И везде цветы. И уже говорим про дачу. И мама говорит, наверное, еще, говорит, снег будет. Ну, есть такое выражение. Вань, ну аккуратно. Мартук, оденешь всем партук. Да, я сегодня тоже шла, это выражение вспоминала. Потому что я тоже сегодня шла, когда у меня... Неужели, неужели, что еще будет Мартук? И увидела, смотри, какая розовая, такая нежная-нежная. Вообще там конфета равнодушна. Ну, давай попробуйте хоть. Давай угостимся. Хоть попробуйте. Мне нравится, потому что какой. Давай оставим. Я сегодня, знаешь, что нам купила этот... Сейчас, я хочу... Мартини купила сухой. Под сухой мартини. Под сухой мартини как раз конфеты сладкие. Вот, подожди, я хочу тебя спросить. В Таиланде пила кокос. И как ты считаешь, вот конфеты... С кокосом. С кокосом. И сам кокос имеют что-то общее или не? Я думаю, что... Вань, может, хватит там точить-то? Это Рафаэло. Рафаэло, ну я так и подумала. Ну, хватит. Давай, давай, Рафаэло оставим на этот. Нет, все, все, все. Мартини сухой взяла. А с чем мартини сухой мешают? Рафаэло. Да, с Рафаэло. А еще с чем его разбавляют? Ну, мартини с соком обычно все пьют. Сок надо будет еще взять какой-то. Ну, вкусно. Так, я буду проявлять силу выдержки. Не, ну вот эти вкусные, вот эти вкусные конфеты. Я их очень люблю. Они с вафелькой там и с кремом. А то сейчас все опять напишут, что Ваню... Ну, это Ваня. Ваня, это тебе в школу, тебе немножко. Смотри, у меня такое ощущение, что у него сейчас отберут, наверное, эти. Так, положите. Сегодня у нас 6 марта. В Аутберрис. Сейчас пойдем с вами посмотрим, что будут из себя представлять кроссовки. Обед? У них же нигде не указано, что обед. Ну, сами написали. Смотри, что-то про похудение. Представляете, нигде не указано, что обед либо еще что-то. Люди все заказывают. И игрушки, и что-то понятие. Мое, да? Так, ну приходят вещи вот так вот. Смотрите, я решила заказать платье, посмотреть. Ветровку. И самое главное лакост. Но лакост, смотрите, какой-то коробки такой. Решила без упаковки, просто коробка и все. Мне, знаете что, понять, фейк или не фейк. Потому что стоили они якобы 11 тысяч. А сейчас они стоят 5 тысяч. Так, ну что, пытаюсь я понять, удобно мне или неудобно. Вот таким вот образом это смотрится. Со стороны. Не знаю. Я вот чувствую, что, знаете, как-то почему-то десновато. Хотя это 40 с половиной размер. Почему они такие неудобные? Ну вот таким вот образом смотрится с жакет. С жакета, кстати, карманы вот эти вот обманки. 52 размер. Ну не знаю. Вот тут как бы мне почему-то оно не нравится. Я не знаю, что вот. Почему вот в магазин пришел и сразу там взял понравилось. Сюда пришел. Получается, что не понравилось тебе обратно отправлять. Кроссовки. Жакет. Ну жакет, в принципе, как бы он просто легкий. Это, знаете, просто обычный пиджак. Обычный пиджак, в принципе, качество у него неплохое. Размер соответствует. Цвет, в принципе, приятный. Ну не знаю. Я бы еще другой цвет какой-то посмотрела. Ну а платье смотрится вот таким вот образом. Оно оказалось длиннее, чем я предполагала. Ну это такой вот, знаете, трикотаж. Трикотаж, который, в принципе, все скрывает. Все, что нужно. Так, а здесь нет противоположного. Так вот издалека все смотрится. В принципе, платье мне нравится. Платье я оставлю. А кроссовки, ну так вот вам видно. Не знаю, вот как-то они мне слева жмут. Слева жмут. Кроссовки мне нравятся. Платье нравится. Вот сейчас ходить, допустим, по такой погоде. Самое, что не на есть. Мне жарко. Но опять-таки вопрос с верхней одеждой для меня не решен. Я не знаю, мне вот эта вот верхняя одежда нужна. Платье прям понравилось. Вот, смотрите. В общем, я не знаю. Вроде бы бренд. Но почему он такой неудобный, я не понимаю. То ли попал на те ноги, то ли еще что-то. Ну вот как-то вроде бы и мягенький. И все. Но нет. А вот это вот, смотрите, значит, жакет Ямайка. Майка 50-52. Хлопок 80%. Ну, в принципе, он неплохой жакет. Но я немножко другого ожидала от него. Вот, платье понравилось. А у нас сегодня день 40. Что вчера, что сегодня. Завтра, может быть, будет все по-другому. Потому что завтра выходной. Сейчас, как всегда, нужно готовить. Я уже не могу с этой готовкой. В общем, взяла сосиски. Сейчас сыр взяла. Простой вариант. Зашли с Ваней фикс-прайс. Взяли ему тесто для лепки. Сейчас я вам покажу, что я сегодня вкусняшку какую буду делать. Ветчина. Вот такая у меня есть. С мясницкого ряда. Оксаночка к нам опять пришла в гости. Она мне сейчас хоть поможет поснимать. Сейчас я ей платье продемонстрирую. Покажу. Оксана права наконец-таки сегодня получила. Полтора часа. Все, права поменяла. Ничего сдавать там дополнительно не надо. А что вы свет не включили? Я никак не говорю. Сказала, включите свет. Каждый в своем. Ваня с Мишей уже идет. Оксана уже на своем месте. Даша тоже, как всегда. День сурка. Не могу. У меня уже тоже вот эта вот готовка. У меня с этой готовкой все время обвиняют. Все вы, Лена, не то делаете. В общем, у меня что здесь есть? Я с утра варила картошку в мундире. Сейчас я ее вместе с сосисками разжарю. Салатик с помидоров и салатик с ветчиной, с огурцом. Надо только яйца сварить. В общем, я Оксане померить платье. Ну, вот так вот перед Оксаной предстала я. Ну, не знаю, мне понравилось. Вот знаешь, я его так заказала. Думаю, буду я его брать, не буду. Но мне понравилось. Как луна. Не знаю, с чем носить только. Нет, ну, красивое, спортивное такое. Спортивное. Не знаю, если надоест, можно будет поднять. Ну, вот нужны кроссовки. Хорошие кроссовки нужны. С курткой хорошо, с косухой. Ну, вот эти вот кольца, я еще раз говорю. Видите, вот уже вот здесь нет кольца. Надо, то есть, идти куда-то отдавать. Видите, уже кольца нет. И на рукавах кольца нет. Или по такому же принципу мне еще одну купить куртку. Как ты считаешь? Вот с курткой хорошо. Вот так вот пошел и кроссовки. Мне только кроссовки нужны. Красивые белые кроссовки. Ну, да, там у меня бардак. Я снимаю, мне там бардак. Везде все не заправлено. В общем, не знаю. Ладно, ну, по хозяйству сейчас буду. Да, по хозяйству. Ваню, что ты сделал? Маму радует. Ну, что ты сделал, а? Слышь, маму радует стоит. Маму радует. А сейчас, а если там вода выльется оттуда? Не надо, пожалуйста, в стену бросать. А то у нас будет стена розовая. А я ее вообще-то приклею. Вот меня все спрашивают. Вань, почему у тебя красное ухо? Посмотри, у тебя одно ухо красное на меня, посмотри. А одно не красное. Я так думаю. А я думаю, а почему люди интересуются? Сперва я не придавала значения этому моменту. А потом думают, может быть, думают, что я его за ухо деру? Да мне просто одно ухо холодное, другое теплое. И ты что, одно греешь постоянно, что ли? Нет. Даша, это ты меня за что вот сейчас пытаешься укусить, а? За что? Объясни мне. Сатэ, какая. Сатэ сейчас покажу. И хочет куснуть, смотри. Сатэ. Нет, это уже все. На камеру не хочет. А так она мне сейчас и когти на мне выпускала. У нее периодами бывает. У нее прям вот она то спит, 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 а то у нее прям активизация происходит. И она начинает вот бегать по дому, носиться. Там такой топ отстает. Когти вот эти прям по полу. Я раньше не подавили, я говорит, кошка там громко бегает. По паркету когти прям туп. Что, не будешь больше кусать? Я думаю, что ее соседи слышат скорее всего. А сейчас урчит уже, все, не кусает. Шестьсот что-то! Она на камеру уласковая. У нас в семьи брунгеров живет, слышали? Ага. Тебе подырят. Кстати, да, я скажу зрителям, хочу сказать такую мысль, что спрашивают. У вас что, друзья знакомых нет, там еще что-то, потому что мы как-то все время вместе? В смысле, с кем? то те не поймешь что те спрашивают что ты пишут что у вас что друзей знакомых что все вместе я хочу слышно знакомых то очень много но знаете вот ответьте себе честно положа руку на сердце сколько людей у вас знакомых готова сниматься принимать участие в съемке так чтобы вас обсуждали что право списали какие-то там допустим негативные комментарии либо еще что но вот ответьте себе честно это просто у нас есть знакомые которые работают там очень крутых организациях допустим да которых там много людей знает допустим там зеленоград еще что-то и вот они попали в такой в лайф-влог ой здравствуйте девочки там что я готовлю то есть это же не каждый готов делиться вот этими моментами жизни я не оправдываю я понимаю что там может быть это не самая здоровая еда но ребенок у меня любит сосиски а ты что готовишь там все дальше свой голодная голодная ты что-ка поела сады на такой киев только поела дошли по мне на ручке чему я золотая у меня курица допустим я не буду картошку есть сосисками но ребенку я считаю что нет ничего страшного какая разница что я бы пожарила сейчас котлету недавно и котлеты жарила да никакой разницы не можешь каждый день делать одно и то же допустим каждый день котлеты все равно тебе хочется автор разнообразие показываю значит самый простой самый любимый салат мой я кстати его тоже очень люблю тоже да он всегда такой сытный очень вкусно за счет нежной ветчины и нежных огурцов я тоже давно этот рецепт очень нужно вот такими вот дуличками порезать огурчик ну желательно что-то не такие вот удлиненные были дольки этим почему вкуснее получается что немножко что как полосками понимаешь что было все это дело потом сегодня какой-то майонез купила видишь новый с лимонным соком ух ты все под водой ну почему говорят а когда они на потолок попадают когда уже больше 20 минут мне ни разу не попадали вот попадали вообще если яйцо долго долго кипит это не взрывается тоже нет я слышала что в микроволновке такое происходит давайте экспериментируйте можно было сейчас взять у меня такая нарезка есть классная знаете не охота потом мыть ленивится нарезку я знаешь не могу по этой причине ли она у нас есть соковыжималка я вот не соковыжималку не люблю сок сделаешь выжмешь но потом ее мыть уже и забудешь кусок а пока ее помоешь да что проще проще сделать себе куда-нибудь в кружку правда его выдавить каким-то образом дальше походила походила делать нечего остатки вот она специально оставляли себе остатки и сейчас сейчас она их доедает принципиально лена и мясо не дает и она вот видите так а я ей не даю мясо мне не жалко потом плохо она потом ее потом старенькой конечно нельзя переедать и нельзя много у нее же еще и сухой корм присутствует в рационике самое главное чтобы было много-много огурцов то есть можно и горошек сейчас зеленый скажу все что угодно господи со он салат он на то и есть салат чтобы в нем было много каких-то ингредиентов уже хочется зелени весна на улице зелени вообще всегда хочется вот сейчас особенно очень вкусная ветчина продается в этом мясницкий ряд и я тоже покупаю когда они начали там уже у них нарезка уже идем вот я не знаю но видишь не чищеная оболочки нет нужно снимать потому что она жестко у них всегда свежая очищали пленку вещами на это вещь еще плюс такая она ваня там когда-то крушила его кличку ваня очень-очень вкусно хочешь ну да специально дай специально но они должны быть такие вот когда ингредиенты чтобы ощущать ощутимый был вкус продукта кто-то любит мелко кто-то любит крупно там уже уже так оставить мы любим так дальше дальше обратимым еще развязывать даша лена достает те мясо ты слышишь слышишь все все оживилась наконец-то покормила кошку молодец даша вишка в боком вот гауне зубки больные на старая вот 33 я покрошила помельче яйца помельче когда яйца мелко сделано так добавляем в наш салат вкусно быстро и сытно куда вкусно быстро и сытно самое главное смотри этот майонез первый раз беру с этим с лимонным соком интересно с лимонным соком но на ней ниже 67 процентов и гос написано не жирный ну ты у них как бы ну как немножко 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 здесь не получится немножко не получится сейчас пробовать вкусно не вкусно худеющие стадион под боком ждет нас а мы видим салат с майонезом смотри хорошо здесь белок допустим давай давай оправдывай себя давай здесь белок нет но здесь в яйце белок правильно как бы ну вечер на то лице иголка там сильно она какая-то там огурец он вообще практически ничего не тянет мы же сейчас поедим потом уже ты собственно говоря есть ничего не будешь правильно нет здесь есть еще я не могу тебя обещать что после этого есть ничего не будет салат не солю почему потому что я сюда сейчас еще добавлю сыра да я сюда добавлю сыра сыр конечно он добавляет калорийности но он и вкуса прибавляет и нежность сад кстати нежность этот называется кстати я помню я вот эту курицу приготовил соли да это же старый рецепт что там в интернете его да он может быть старым вы же каждый день когда дома готовишь что-то ты замучиваешься придумывать то есть как бы ну вот что приготовить то что хочется что-то какого-то разнообразие правильно и ты посмотрел там какой-то канал увидел у них этот рецепт а можно как бы сделать себе почему не давай делай и будешь мясо я буду тебя помогать снимать и не буду помогать пробовать ну что честная наша компания соку что не понравился сок написано без сахара ну как сам попробуйте не вкусный вкусный ну он там возьми яблочный рич если тебе этот не нравится вон там возьми рич стоит давайте откроем так у вани помидорки черри его кстати сок очень вкусный не знаю мне очень понравился смысле те другой стакан дать сейчас дам и снимают пробу тарата меня ваня заразил тик током там тарата татата да мелодия такая как там ну что там в этом слайме и в общем ваня имеет теперь я я да теперь тик ток ну что пробуем салат у меня прям аж слюна вожу оксане понравилось а может тебе ссылку на тик ток да я в тик ток уже мы не снимали мы не можем с тобой ничего придумать толково ну смысле это нужно время но времени нет таком количестве актер готовый готовы это сто пудов и готовый отдыхает и радаш отдыхает называется так ну и я наконец-таки свою первую вилку сегодня зачетно я даже песку но у меня как вы поняли все рецепты быстро у меня основное это быстро я не люблю на кухне проводить много времени и что-то долго там какие-нибудь печь пироги я не знаю на нем заценил понимаете вот ему нравится ваня там кто спрашивает про овощи фрукты могут помидоры черри очень нравится как мама кстати вот 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 генетика хотите не хотите нет вот генетически все ваня передалось от папы вот меня мне кажется практически ничего нет и вкусовые пристрастия и мясо он точно так же не особо любит но единственно что котлеты там делает какие-то исключения пожарника понравилось но ему до в макдональдсе нравится сушки но вот сок этот зачетный вообще зачетно но он дорогой 150 рублей этот сок стоит я мне просто хотелось я знаете почему его взяла к мартини ваня сок речь а сейчас его пьем за столом кого сок ну там же еще осталось еще еще пол пакет а так ты съешь сперва эти ты ты мне только что кричал что есть не хочешь сейчас вот лишь как аппетит приходит во время еды согласен согласен только что слышал оксана рау не пойду есть не хочу есть и все такое да сейчас уже все у нас теперь с вами видите кресло у вани под свет его футболки и мы теперь вместе там сидим ваня у меня там крутится сидит и а я вчера оксана прихожу в комнату нету вани не могу понять нету мы слышу где-то колобродицы ну то есть как бы звуки какие-то а нету испугалась честно потому что если ребенок затих значит нужно пойти понаблюдать что с ребенком случилось обошла все комнаты нету думаю куда он делся про кресло забыла понимаешь что и слышу что здесь где-то что-то шелест какой-то идет а какой шелест откуда непонятно но потом поняла грома не давай вылезай из кресла мам а как ты догадалась вот в детстве да только в детстве возможно такой вот легком а как ты догадалась потому что ты понятам шуршал вот такой вот у меня сегодня получился влог завтра у меня придут еще одни кроссовки завтра я хочу там посмотреть на у них такая уже платформа побольше я поняла мне нужно во первых потолще подошва потому что на улице у нас довольно часто бывает грязные вот такие вот тоненькие никак но и плюс еще раз говорю что полнота для меня вот такая ноги она нет не подходит то есть мне тесно мне жмут мне неудобно как бы там допустим красиво не было либо еще что-то мне нужен прежде всего удобный вариант потому что обувь это наше все можно одеть все что не угодно неудобная но обувь обязательно должна быть удобной вот в общем очень надеюсь показать вам потом праздничный влог очень хочется попасть куда-то в караоке не знаю либо дом попить караоке вот как получится но плюс еще 8 числа обещают на красной площади там не только на красной площади в центре очень много всего интересного не знаю как нам оксан с тобой не разорваться с одной стороны хочется в кругу семьи там и с мамой и с папой и с мужьями с другой стороны в центр хочется съездить с третьей стороны в караоке хочется попить не знаю не знаю с друзьями получится встретиться или не получится у нас на вот эти праздники надо созвониться мы даже не созванивались еще в общем все по все по обстоятельствам ну надеюсь что ты меня зови следующее там что тебе еще помочь может быть рыбку какую-то или еще что-то я тебе буду снимать с удовольствием придешь помогать да главное знаешь с утра озвучила после обеда снимаем чтобы я не обедала не завтракала очень хорошо ну оксана конечно шутит а я всем как всегда желаю добра удачи позитива девочки не судите строго готовлю для себя готовлю как умею я не идеальная хозяйка никогда таковой не являлась вообще не идеальная женщина самое главное понимаете чтобы еда была какая уже она и да вот такая какая я есть все ну а всем как всегда хорошего настроения обязательно увидимся с вами спасибо пока пока и с наступающими всех праздниками и девчонки мы самые лучшие и от прожитых лет все равно ты себе не изменишь и от жизни возьмешь только то что тебе даст господь и не больше не меньше а глянись за собой сколько в жизни сплелось сколько судеб к тебе прикоснулась пусть пол жизни прошло как у всех на ось и удача другим улыбнулась поговорим за жизнь без треха без пустого есть повод у друзей